Добрый день дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирной. Итак, у нас сегодня с вами карта дня на 11 июня 2022 года. Давайте с вами посмотрим. Прогноз у нас для представителей всех знаков зодиака. Давайте посмотрим энергию этого дня, что он нам принесет, хорошего, что плохого, на что следует обратить внимание и так далее. Итак, 11 июня. Общая карта дня. Ну, смотрите, день будет однозначно активный. Вы будете делать, вы будете очень, знаете так, заняты, при том, я бы так сказала, даже как-то возбуждены. То есть вы будете искать какую-то информацию, заниматься домашними какими-то делами. Может быть, вы решите там навести порядок в квитанциях, в счетах. То есть вы будете что-то делать, ну, ваши дела могут быть связаны с какими-то документами, при том домашними документами. Либо же вам, допустим, в этот день могут предоставить какую-то информацию, выписку какую-то издалека. То есть вы что-то получите, какую-то важную весть издалека. И вы будете думать, какие документы, да, вам потребуются, к примеру, для реализации чего-то. Может быть, вы хотите уехать куда-то, да, или переехать, в принципе. И тут нужно будет принимать решение что-то, собирать информацию, обрабатывать ее, анализировать. Может быть, много каких-то контактов, звонков, смс и всего остального. То есть день, в общем, активный. Так. Давайте посмотрим, что позитивного будет 11 июня. Что в позитиве? А в позитиве будет как раз то, что вы сможете решить все свои вопросы, все свои задачи. То есть вы найдете именно то, что вам требуется. Может быть, вам необходимо будет экстренно как-то в субботу закончить какой-то проект. Вы там откладывали этот отчет, там, все в долгий этот ящик. И тут, наконец-то, в субботу, выходной день, вы решите нет. Но все-таки нужно его довести до ума. То есть вы потратите силы, потратите, да, свое время на то, чтобы завершить вот эту работу. И при этом сделать это мастерски, быстро, легко. То есть у вас все получится. То же самое время, что в этот день еще выпадает в позитиве? Какие-то переговоры, да. То есть какие-то переговоры. Может быть, вы совместно с кем-то будете разрабатывать какой-то план, к примеру. План продвижения, там, план развития какого-то чего-то, точнее. Вести смету можете, да. То есть вести какие-то подсчеты. Потому что такое ощущение, что как с квитанциями, с какими-то счетами можете работать в этот день. Так, а что в негативе выпадает? Что в негативе 11 июня? Что в негативе? А в негативе выпадает то, что вы можете устать, вам будет тяжело. Вы можете взвалить на себя столько работы, что вам станет трудно. Но в негативе, я так думаю, что здесь еще выпадает, помимо того, что работы много, а то, что вы эту работу можете тянуть только на себе, да. То есть не попросив никого помощи. Тут, ну, карты темные, сами по себе изображения плохо видно. Но тут сидит сова и смотрит на этого бедолагу и думает, господи, как же он это все сам на себе тянет. Еле тянет, тянет. Ну, вот все никак не обратится он ко мне за помощью. Ну, непонятно, чем сова тут ему поможет. Ну, может, хотя бы дельным советом каким-то. Но так или иначе, вы можете просто, знаете, за что-то взяться, не рассчитав свои силы, не рассчитав свои возможности. А вам потребуется все-таки чья-то помощь, чей-то совет, да, возможно, совет мастера какого-то. Вы можете, кстати, быть учеником, а это может быть ваш мастер, ваш учитель какой-то. Вы можете в субботу обучаться или же давать ему свой проект на проверку. Но вот тут в негативе будет, если вы как-то все взвалите на себя, на свои плечи и никому не обратитесь за помощью, за дельным советом хотя бы. Так, давайте посмотрим, на что следует обратить внимание. на что следует обратить внимание 11 июня. Ну, на какой-то выход из иллюзий, да, то есть у вас будет явно какая-то перемена. Перемена будет заключаться в том, что вы можете что-то завершить уже, да, то есть вот что-то обдумывали, что-то делали, закончили все и отпустили эту ситуацию. То есть у вас будет какой-то переход, вот на это надо обратить внимание. То есть одну работу закончили, за другую принялись. Как-то так. Одни отношения закончились, все, ну, как бы печально, обидно, неприятно, но на этом жизнь не заканчивается, то есть надо двигаться дальше. То есть вот как-то так. Вы будете полны сил, вы будете полны решимости, и при этом вы будете думать, что лучше горькая правда, да, чем вот эта сладкая ложь. То есть вы не позволите себя вводить в заблуждение, вы не позволите себя манипулировать. Может быть, вы, кстати, может быть, в отношениях у вас есть какой-то человек, который манипулирует вами, и вы решите, знаете, как-то, ну, во-первых, вы поймёте, кто это, вы поймёте, почему он это делает, для чего он это делает. То есть вы выйдете из этих отношений, освободитесь от них. Это могут быть как личные взаимоотношения, или это могут быть рабочие взаимоотношения. Да, и здесь тогда в позитиве будет то, что вы этого, ну, манипулятора просто оставите позади, да, и это будет в позитиве то, что вы его определите и оставите. Ну, вот как-то так. Главное не обманываться, да, то есть даже если вы, вот, к примеру, мы говорим о какой-то проектной работе, если вы подаёте кому-то свой проект на проверку, не обманывайте себя, что, допустим, вы, будучи, ну, в статусе пажа, да, то есть вот, скажем так, новичка, не обманывайте себя, да, то есть не присваивайте себе уже какие-то глобальные заслуги. Вы должны всё оценивать так, как есть на самом деле. И до мастера вы должны понимать, что вам ещё пока что далеко. Вы на правильном пути, вы правильно двигаетесь, всё у вас получится, но пока что вы являетесь вот в таком статусе. То есть и это и будет, обратите внимание на это, обратите точнее на это внимание, необходимо выйти из каких-то иллюзий, снять розовые очки. Так, какая карта характеризует личные взаимоотношения 11 июня? В личных взаимоотношениях будет всё хорошо. Любовь, гармония, покой, уют. Да, будете дома проводить время за чашкой чая или ещё чего-нибудь. Вот. Как будто бы в этот день вы будете вспоминать что-то. Может быть, вы будете, кстати, искать вот какие-то старые документы, документы, касающиеся, допустим, ваших родных и близких. То есть вот как-то всё будет крутиться у вас вокруг дома. И, в принципе, ощущение гармонии, ощущение счастья, удовольствия. То есть всё будет хорошо. Личными взаимоотношениями вы будете довольны, вы будете переполнены какими-то хорошими чувствами, позитивными. Так, а что вот в работе, в рабочей сфере 11 июня? О, ну в работе тут у вас какой-то явный выбор и союз, да? То есть, возможно, вам придётся делать какой-то для себя выбор, с кем вам сотрудничать, с кем вам в итоге по пути, обращаться или не обращаться кому-то за помощью, да? То есть вот как-то так. И вот я думаю, что для вас всё-таки лучше будет, если вы к кому-то обратитесь и будете действовать сообща, то есть будете действовать всё-таки вместе с кем-то, а не в одиночку. Потому что влюблённые, но они сами по себе подразумевают пару, да? Вот это у вас будет в работе. Совместная работа с кем-то. Плодотворная, хорошая работа. Так, далее. Можно ли 11 июня 2022 года давать деньги в долг? Можно. А можно ли брать кредит 11 июня? Нет, нельзя. И общий совет карт для представителей всех знаков зодиака. На 11 июня. Так, давайте посмотрим. Ну, смотрите, общий совет карт. Даже оказавшись на какой-то определённой развилке, да, и вы не знаете, куда вам идти, как вам быть, как вам поступить, обратитесь к кому-то из членов вашей семьи, попросите совета, да, то есть попросите кого-то вам помочь. Я думаю, что вы знаете, кто ваш истинный союзник, да, кто вам может помочь, дать дельный совет и подсказать, да, потому что здесь однозначно будет подсказка, какое направление вас к чему приведёт в итоге. Поэтому вам необходимо здесь обратить внимание на людей, которые вас окружают, на ваших близких, родных, друзей, которых вы уверены, да, и вот попросить у них, скорее всего, что совет, или же предложить им совместный какой-то путь, выбрать дорогу, выбрать этот путь и пройти его, преодолеть вместе. То есть, ну, опять же-таки, здесь идёт указание на то, что не действуйте в одиночку. И ещё общий совет карт для представителей всех знаков. На одиннадцатый есть творчество. Ваша душа жаждет проявить себя в творчестве. Мы призываем вас дать волю своим способностям. Творческое самовыражение наполнит вас энергией и радостью, заново воспламенив угасающую страсть к жизни. Всё наладится, всё получится. И видите, здесь, опять же-таки, женщина, она играет, но не одна. У неё есть здесь помощники. Я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Мне всегда приятно. Всего доброго.